Последний вопрос по этой ситуации. Если бы Эвертон не потерял очки в судах, то сейчас он был бы выше Челси. Прикинь? Он был бы в десятке, Эвертон. Но вопрос пока не про Эвертон. Опрос про Челси. И на фоне вот такого матча Манчестерна практически ничего не говорим про Челси. Этот матч что-то говорит о Челси. И вообще что он говорит о Челси? Вот такой матч. Когда Юнайтед, который не в порядке кажется в каждом матче. То есть бывают какие-то отрезки внутри матча, когда Юнайтед показывает или отдельные стадии, или еще чего-то. Но вот такого матча, когда Юнайтед был бы сильнее соперника, не было, по крайней мере, в этом сезоне. И когда Челси становится соперником, против которого Юнайтед показывает такой футбол, что это о самом Челси говорит? Ну, мне кажется, если с позиции Челси смотреть, то главный момент, который в этом матче выделяется, это то, что Челси, несмотря на то, что у них Кукурелье играл право защитника, несмотря на то, что у них многих не хватает именно вот в первой стадии, они все равно продолжают коротко разыгрывать. И с одной стороны, это симпатичный подход, а с другой стороны, мне кажется, что возможно, особенно учитывая, сколько проблем, буквально с самых первых минут Юнайтед начал создавать таким подходом, возможно, стоило немножко преобразовать подход. Дальше мы начинаем задаваться вопросом, почему Челси этого не сделал, почему не преобразовал? И тут можно предположить гипотезу. Главное из гипотез, конечно, то, что такой подход, он удобен атакующим футболистам, потому что учился сейчас, нет нападающего ориентира, через которого можно выйти вперед, который просто может придержать мяч спиной к воротам. Всем и Стерлингу, и Джексону, и Мудрику удобно именно получать мяч на пространстве. Ну и, следовательно, когда ты выманишь соперника в прессинг, пройдешь этот прессинг, вот эти футболисты получат оптимальные условия для того, чтобы атаковать. И несколько таких атак Челси действительно провел. Но проблема в том, что прессингом Юнайт это создало намного больше собственных шансов. Поэтому можно, в принципе, понять эту ставку, но в данном случае эта ставка скорее выглядела такой слишком наивной, суицидальной, романтичной и сыграла явно против Челси. Так что, если смотреть его с позиции Челси, наверное, этот момент главный, что они не проявляют готовность адаптироваться, даже когда матч их вынуждает. При этом я бы не переносил выводы по этому матчу, и там убогость Челси в этом матче, на дистанцию всего сезона. Если говорить на дистанцию всего сезона, мне кажется, наоборот, результаты лгут. Челси должен находиться в намного более качественной позиции, и таких матчей у них меньшинство.